всем привет дамы и господа с вами silent tip и в этом видео я расскажу вам как в программе sketchup создавать болты гайки шайбы и отверстия с нарезанной резьбой поможет нам в этом бесплатный плагин ap fasteners от джея ватсона изначально плагин был на английском языке я позволил себе перевести этот плагин на русский язык плюс полностью перерисовал его оформление слева вы видите то как плагин выглядел в оригинале на английском языке а справа то как плагин стал выглядеть после моей русификации и редизайна скачать переведенную русскую версию вы можете по ссылке в описании под видео там есть как ссылка на яндекс диск так и ссылка на dropbox также там есть ссылка на официальную английскую версию этого расширения покажу вам процесс установки русской версии плагина ap fasteners на примере sketchup make 2017 выбираю вверху окно диспетчер расширений в появившемся окне нажимаю красную кнопку установить расширение захожу в ту папку в которой у меня находится файл плагина ap fasteners в данном случае у меня на рабочем столе сразу две версии этого плагина оригинальная английская размер которая составляет 2,22 мегабайта и моя переведенная версия размер который составляет всего 291 килобайт я уменьшил размер установочного файла плагина почти в 10 раз причем функционал плагина нисколько не пострадал я удалил из плагина лишние не сжатые картинки которые использовались для оформления выбираю мою русскую версию плагина и нажимаю кнопку открыть установка плагина ap fasteners завершена вот он появился в списке установленных расширений закрываю это окно теперь собственно о том как работать с этим плагином он не имеет своей собственной панели инструментов плагин работает через верхний пункт меню инструменты там нужно выбрать ap fasteners создание болтов гаек и отверстий при первом запуске эта строка будет у вас в самом низу списка при повторном запуске скетчап эта строчка поднимется чуть выше нажимаю на этот пункт меню появится окно плагина верхнем списке вам предлагается выбрать в какой системе измерений вы будете работать в православной метрической с миллиметрами или же буржуйской английской системе с дюймами раньше по умолчанию в плагине галка всегда стояла на английской системе каждый раз при запуске скетчап настройки плагина снова и снова возвращались к дюймам для нас приверженцев метрической системы дюймовая система неприемлема поэтому я подкорректировал код плагина так чтобы всегда по умолчанию была выбрана метрическая система с миллиметрами внизу есть перечень из пяти вариантов там вы можете выбрать то что собираетесь создавать отверстия болты гайки или шайбы самом низу есть галка для левой резьбы думаю и так понятно для чего она нужна также внизу есть выпадающий список качество там есть четыре варианта качества от низкого до очень высокого по идее настройки качества должны менять детализацию создаваемой резьбы но как я выяснил данный список настроек качества никак не влияет на создаваемую резьбу я так подозреваю задумка изменения качества у автора плагина есть но реализовать ее пока что не удалось поэтому вам менять что-то в качестве пока что не имеет смысла по умолчанию плагин создает резьбу с максимальным качеством начну пожалуй создание болтов нажимаю на болт вот такие параметры есть у болта это во первых диаметр вы можете выбрать его из списка допустим я создам болт м10 во вторых это варианты создаваемой резьбы то с какой частотой будут нарезаться витки увы в плагине нет точных цифр с каким шагом будет идти резьба есть только выбор из редкой плотности витков обычной плотности и частой плотности витков далее строка в которую нужно вести длину болта в миллиметрах потом идут 4 варианта шляпок обычная под гаечный ключ потом головка винта под шестигранный ключ головка винта под крестовую отвертку philips и собственно потайной винт под шестигранник вообще без шляпки в самом низу есть непонятная для меня галка которая судя по названию по идее должна создавать резьбу на всю длину болта но на деле включение либо отключение этой галки никак не влияет на резьбу скорее всего это тоже пока что не реализованная функция плагина последняя галка отвечает за добавление к болту шайбы для создания болта нажимаю кнопку ok после создания к моему курсору привяжется маленький болт мне остается только выбрать место в которое я его помещу вот он мой созданный болт включу показ скрытой геометрии нажав вверху вид скрытая геометрия обратите внимание на то как качественно сделана резьба насколько она детально проработана вручную стандартными средствами скетчап создать такое будет крайне непросто как вы можете заметить у болта не видно ни одной черной линии это потому что по умолчанию все черные линии этого болта скрыты чтобы показать их зайду внутрь группы болта двойным кликом курсора выделю все содержимое болта нажав ctrl плюс английская а далее правый клик по любой выделенной синей линии и в появившемся меню выбираю показать теперь все линии каркаса вышли из режима скрытия но они по-прежнему не будут отображаться если я отключу показ скрытой геометрии виной тому смягчение ребер подкорректирую параметры смягчения ребер в окошке смягчения ребер теперь если я отключу показ скрытой геометрии то получу вот такой результат черные линии видны в тех местах где их как раз и не хватало есть тут и погрешность как вы видите в верхней части резьбы геометрия не сгладилась это потому что плагин постоянно чудит в этом самом месте там несколько поверхностей в одних и тех же координатах поэтому сглаживание ребер там не работает покажу вам что я имею ввиду под поверхностями в одних и тех же координатах захожу внутрь группы болта и выделяю одну из этих поверхностей нажимаю клавишу delete для удаления поверхности поверхность удалена но на ее месте оказывается есть еще одна точно такая же удаляю и ее только после этого появилась брешь именно из-за наслоения нескольких поверхностей друг на друга сглаживание в этом участке и не работает давайте создам еще один болт точнее это уже будет винт потому как шляпка у него будет другая снова нажимаю вверху инструменты ap fasteners создание болтов гаек и отверстий устанавливаю радиокнопку на другую шляпку и меняю частоту резьбы в сторону уменьшения на этот раз создам винт с шайбой вот такой получился винт шайба как видите это отдельная группа ее можно двигать независимо от винта создам еще один винт на этот раз с шляпкой под крестовую отвертку вот что получилось последний вариант винта не имеет шляпки если вы захотите создать длинную шпильку с винтовой резьбой то используйте именно этот вариант винта он больше всего своей формой похож на шпильку далее перехожу к гайкам вариантов гаек тут всего одна штука под обычный гаечный ключ можно поменять лишь внутренний диаметр и частоту нарезки резьбы вот такая гайка м12 у меня получилась что касается создания шайб то там все еще проще можно выбрать лишь внутренний диаметр думаю что шайбу можно и вручную создать стандартными инструментами скетчап без использования плагинов в завершении покажу отверстие которое умеет создавать этот плагин для демонстрации создам коробку толщиной 20 миллиметров выбираю прямое отверстие без резьбы вверху можно выбрать под какой диаметр болта вы собираетесь сделать отверстие диаметр отверстия ясное дело больше дабы болт не цеплял отверстие своей резьбой также есть возможность создать свой произвольный диаметр отверстия внизу есть выбор делать отверстие насквозь автоматически или же сделать глухое отверстие на ограниченную глубину если вы выберете глухое отверстие то появится дополнительное поле в которое нужно вписать число на какую глубину вы собираетесь делать отверстие допустим у меня это будет 10 миллиметров половина толщины моей коробки вот такое получилось отверстие если я включу рентген нажав вверху вид стиль грани рентген то вы увидите что отверстие как раз доходит до середины толщины материала теперь что касается сквозного отверстия создаваемого автоматически на всю глубину для его создания предварительно нужно выделить две поверхности через которые отверстие и пройдет выделить сразу две поверхности вы можете курсором удерживая клавишу shift как видите отверстие получилось сквозным хотя я не задавал значение глубины хочу провести один эксперимент сможет ли плагин сделать отверстие в материале с неоднородной толщиной создаю коробку со скосом выделяю две поверхности и снова создаю сквозное отверстие как вы видите плагин не смог справиться с такой задачей отверстие вылезло где-то снизу ap fasteners может создавать отверстие только в ровных поверхностях благо есть другой плагин визу холл от фреда который как раз умеет создавать отверстие в материале с неоднородной толщиной про визу холл я вам как-нибудь расскажу в одном из будущих роликов что касается функционала плагина ap fasteners то мне осталось показать только отверстие с нарезанной резьбой принцип их создания все тот же что и у гладких отверстий создам глухое отверстие m8 на 10 миллиметров вглубь увы окружность на поверхности не создалась и отверстие не видно придется разгруппировать отверстие и немного поработать карандашом достаточно было нарисовать одну линию по контуру отверстия и круг отделился теперь его можно выделить и удалить после удаления окружности отверстие стало видно поменяю сглаживание ребер у этого отверстия в завершении покажу вам сквозное отверстие со спиральной нарезкой выделяю две поверхности через которые пройдет отверстие и создаю это самое отверстие отверстие с нарезанной резьбой готово на этом у меня все надеюсь мне удалось объяснить вам как в программе скетчап создавать болты гайки и нарезанные отверстия если интересно то вы можете посмотреть другие мои обучающие ролики по программе скетчап которые уже вышли на канале например видео о том как автоматически создать перила тире ограждение или видео о том как проставить угловые размеры в 3d проекте желаю успехов в вашей творческой работе открывать рекомендуем